Народная примета гласит, если коммунальщики что-то раскопали, быть зиме. Вот и в районе Жуковского и ПЛК работы кипят, а до холодов рукой подать. Впрочем, работают некоммунальные службы. К центрально-тепловому пункту подключают жилой комплекс краски жизни. Мощности ЦТП позволяют, но, как выяснилось, не позволяет состояние коммуникаций. К сожалению, те коммуникации, под которые были они, я как уже сказал, находятся в предаварийном состоянии, поэтому мы вынуждены были их заменить. По сути, представители девелоперской компании «Сити 21 век» взяли на себя обязательство планового ремонта тепловых сетей, находящихся на балансе муниципального образования. Более того, в ходе работ выяснилось, что работать по первоначальному проекту, когда трасса должна была пройти по территории детсада, школы и гимназии, не удастся. Нормы изменились, и прокладка центральных систем отопления через учебные объекты запрещена. Этот факт увеличил расходы застройщика с 60 до 200 миллионов рублей. Тем не менее, компания взяла на себя обязательство, поскольку от этих магистральных труб будет снабжаться более 30% пятого микрорайона. Пятый микрорайон – это 57 гектаров земли, на которой, стоит заметить, находятся не только дома застройщиков. Мы прокладываем более новые трубы по новым технологиям, как правило. Срок труб этих очень долгий. Мощность новой теплотрассы увеличивается в разы. Трубы не только большего диаметра, но и толще. Сегодня, пока работа еще не закончена, хорошо видно, как выглядят трубы старой теплотрассы, а как новой. И, поверьте, отличаются они не только визуально. Но перейдем к главному пункту нашего рассказа. Мы стараемся как можно минимизировать перекрытие улиц, позволяя параллельно с работами организацию движения личного и городского автотранспорта. Да, как уже говорилось, работы перенесены с территории образовательных объектов на дорожную часть. Везде, где возможно, есть альтернативные пути объезда. Но пробки все же существуют. Особенно остро на себе это ощущают жители микрорайона Радужный. Выехать из дома они могут только по дороге за детским садом номер 42. А именно здесь дорогу сузили до минимума. Самый проблемный участок. Почему и когда здесь будут закончены работы? Действительно, это самый проблемный участок, потому что мы своими работами, по сути дела, внесли дополнительные сложности по проезду жителей на улицу Радужная. Но, к сожалению, мы вынуждены прокладывать тепловые сети и водопровод по существующей дороге. В 20-х числах ноября, ну до декабря, по крайней мере, мы должны закончить эти работы и восстановить этот участок для полноценного проезда. Итак, к земле все же планируют успеть. В счет компенсации временных неудобств можно отнести новую современную теплотрассу и благоустройство по окончании работы. Вот. Ясно, что если трубы тянут на месте дороги, то дорога вскоре будет новой. Часть полотна за первым и вторым корпусами 19-го дома по проспекту Ленинского комсомола уже укладывают. Видно, что на территории за домом 19-й корпус 2 строительные работы уже завершены. Сейчас здесь идет благоустройство. И очень хорошо видно, что дорога за домом стала намного шире. И сейчас здесь можно оставлять припаркованные автомобили. Ну и следует добавить, сегодня застройщики – это не только новые этажи квартир. Это объекты социальной сферы, школы и сады. Это часть будущих муниципальных квартир. Квартал краски жизни, например, городу отдает 9% жилплощади. Сюда переедет кто-то из очередников. Конечно, все это случится уже после того, как работы по проведению новой теплотрассы будут завершены. Татьяна Кременецкая, Павел Игнатьев, Анастасия Нархонова, Видное ТВ.